Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать цикл видео, посвященный водорослям и борьбе с ними. И сегодня мы поговорим о таких водорослях, как ничтые. Ничтые водоросли – это группа водорослей, в которую входит эдагониум, спирогира, кладофора, резоклониум, ну и другие водоросли. Все ничтые водоросли объединяют одно. Сначала они выглядят как пучочек, потом начинаются такие длинные-длинные ниточки, и иногда они образуют клубки, такие спутанные, большие клубки. Про ничтые водоросли стоит сказать, что некоторые из них достаточно безобидны. И при установлении биологического равновесия, как правило, они уступают место высшим растениям. Но другие являются просто настоящей проблемой аквариумиста. Условия для аквариумных растений и для ничтых водорослей очень схожи, вследствие чего и проблемы ее выведения из-за аквариума. Какие причины ведут к появлению ничтых водорослей? Первое – это дисбаланс света, либо попадание прямых солнечных лучей. Второй момент – это дисбаланс удобрения углекислого газа. И третий момент – это нарушение азотного цикла. И теперь давайте поговорим предметно о каждом типе водорослей. Первое – это резоклониум. Как правило, эта водоросль появляется практически всегда в новых запущенных аквариумах, где нет еще бактерий, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности рыб. Но, как правило, когда устанавливается у вас биологическое равновесие в аквариум, все это нормализуется, водоросль сама сходит на нет. Теперь давайте поговорим про водоросли с пирогиром. Это достаточно уже такая серьезная проблема для аквариумиста, потому что вывести ее достаточно тяжело. Она очень плохо поддается альгицидам, ну, то есть сайдос, альголы и так далее. И в процессе выведения вам может помочь только механический ее сбор, либо уменьшение светового дня, либо полное затемнение, а также ракообразные креветки амана, рыбки, такие как водорослееды. Следующий тип водоросли – это и догоним. Это такой пушок. Появляется он в результате нехватки макроэлементов. И лечится он, соответственно, внесением удобрений. Как правило, если созданы все условия для нормального роста растения, он им просто уступает свое место. Да и поддается альгицидам гораздо-гораздо лучше. Следующий тип водоросли – это колдафора. Не надо ее путать с то, что продается, шаровидная колдафора. Это такая водоросль, она не имеет особо длинных ниточек, больше выглядит как пучок в разные стороны. Она, как правило, появляется в аквариум с плохой фильтрацией, в местах застоя, где нет циркуляции воды. Избавиться от нее можно либо механически собрав, либо альгицидами. Ну и давайте теперь подведем итоги, как же все-таки бороться с нечетами водорослей. Первый способ, он же самый распространенный – это механический. То есть вы можете механист при помощи щетки, ершика, каким-нибудь крючком, сачком и так далее, собрать водоросли. То есть намотать их, вынуть, просто собрать, вынуть и так далее. Второй момент – это уменьшить световой день. Водорослям, как и растениям, нужен свет. То есть вы можете сократить его, либо вплоть до затемнения на несколько дней. Как бы растения это перетерпят, а вот с водорослями уже будет хуже дела. Третье – это провести тесты на нитраты и фосфаты. И посмотрев относительно таблички, если у вас перекос, откорректировать их значение. Вообще это обширная тема, в интернете много информации, поэтому вы, если хотите, просто более углубиться, посмотрите, почитайте. Четвертое – это завести рыб, которые поедают водоросли. В данной борьбе, как я уже ранее сказал, вам могут помочь водорослееды, улитки, ракообразные, такие особенно, как креветки амана. Еще такой момент, если у вас избыток органики, то посмотрите за питанием рыб, то есть кормить их чуть-чуть поменьше. Также можно добавить быстрорастущие аквариумные растения, такие как роголисник, аладеи, в общем, длинностебельку, которые также помогут вам в борьбе с водорослями. И долив уже альгицидов – сайдекс, альгол. Эти вещества будут решать вашу проблему, но они не устранят причину появления. Если сказать вкратце, если вы регулярно чистите аквариум, делаете подмены воды и заботитесь о нем, то в принципе появление нечатки в малых количествах, оно допустимо. Но в глобальных масштабах этого просто не должно быть. Так что я надеюсь, видео было вам полезно. Приходите к нам в магазин, заходите на канал и до новых встреч. Продолжение следует...